Традиционно в преддверии Дня Народного Единства Тверская Городская Дума приняла решение о занесении записей в Золотую Книгу областной столицы. Совет при Общественной Палате Муниципалитета в этом году рекомендовал депутатам внести в фолиант имена знаменитых тверских благотворителей, а также двух героев Великой Отечественной войны. Николай Васильевич уже в пятый раз в своей жизни старательно выводит строчки, посвященные знаменитым землякам, чьи имена вносятся в Золотую Книгу Твери. На этот раз в ней увековечены сразу два летчика, воевавшие Великую Отечественную войну и удостойные звания Героев Советского Союза. Это Евгений Пичугин и Арсений Степанов. Краевед отмечает, насколько непростой является его работа. К нанесению надписи он готовился два дня. Здесь все должно быть рассчитано в прямом смысле слова до миллиметра. Отступить с краю столько, сверху столько, расстояние такое-то, вот такое, такими буквами. Я рассчитал весь текст, по какой ширине, то есть 2 миллиметра строчка, 5 миллиметров расстояние между строчками. Имена еще двух знаменитых тверичан хорошо известны горожанам. Это купцы, благотворители Василий Петрович и Елизавета Ивановна Аваевы. Их фамилию носят сразу два исторических здания. Это центр специализированных видов медицинской помощи на улице Софь-Пировской и двухэтажный особняк, известный как Тверское ласточкино гнездо. Его предприниматели и меценаты Аваевы возвели специально для размещения здесь богодельни. Эти люди достойны, они много занимались благотворительством, много занимались социальной сферой, поэтому они достойные люди, и мы их внесем в Золотую книгу города Твери. Золотая книга Твери учреждена ровно 10 лет назад. Первыми в ней были увековечены Михаил Тверской и его супруга Анна Кашинская. До сей поры список лауреатов насчитывал 20 фамилий, среди которых писатель Салтыков Щедрин и Борис Полевой, полководец Василий Конев, архитектор Петр Романов. Теперь в Золотой книге 24 записи.